Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет тема не о Польше. Немножко оставим тематику Польши, а поговорим о разных заказах. Особенно это касается будет заказа с Америки с сайта iHerb. Наверное, каждый из вас уже, наверное, слышал об этом сайте. Не знаю, заказываете вы там или нет. Если вы заказываете, то напишите обязательно у меня в комментариях ваши фавориты. Мне будет очень интересно почитать. Пару раз я заказывала, но я никогда об этом не снимала, потому что не передавала этому значения, что ли. Ну и плюс мне иногда тоже дарили какие-то подарки. Это были как раз продукты с iHerb. О iHerb я узнала безумно давно, еще, наверное, когда мы жили в Украине. Но так как с Америки в Украину заказывать немножко было дороговато, да и курс тогда был не очень сильно такой шикарный. Поэтому я как-то не решалась покупать. Когда же мы переехали сюда, то в Польшу намного легче заказать с iHerb с Америки. И при этом не заплатить таможенную пошлину. Чтобы ее не платить, я вам скажу так. У вас должен быть заказ не превышающий 100 долларов. И общее по весу, по килограмму, не должно превышать 1,8 килограмм. Если же у вас эти условия соблюдены, тогда вы не будете платить таможенную пошлину. При этом идет минимальная оплата за доставку. Если же вы выбираете экспресс доставку, например, ДХЛ, либо еще какими-то другими службами, то возможно быть так, что на контроле, на границе проверят ваш товар. И, возможно, заставят вас оплатить таможенную пошлину. Поэтому, чтобы этого не происходило, лучше разбивать ваш заказ на 2-3 этапа. То есть на 2-3 коробки по 1,8 килограмм и не превышающие 100 долларов. Либо же, если вы с друзьями делаете заказ, либо с подружками, то собраться все вместе, чтобы потом заплатить напополам за доставку. Так намного будет выгоднее. Поэтому у меня сегодня пришла небольшая коробка. Я решила сразу же ее взять, распаковать, достать и показать, что я заказала. Сегодня будет большая часть продуктов, наверное, касающие ребенка. Ну, понятное дело, дети болеют, поэтому сразу это больная тема. Так как в этом году, в начале года мы безумно много болели, и погода сейчас хоть и май месяц, но у нас льют постоянно дожди, очень сильные ветра. Поэтому вот эти вот переходящие режимы с тепла на холод очень сильно влияют на иммунитет, как ребенка, так и взрослого, кстати. При этом она еще ходит в ясли, в садик. Но тут, наверное, не надо рассказывать, как тут происходит. Давайте перейдем в итоге к содержимому упаковки. В общем, буду доставать по очереди с коробки и показывать вам, что вообще заказала. Первое – это сироп от кашля для ребенка на ночь. Самое главное – читайте обязательно рекомендации, отзывы, когда вы заказываете, потому что это очень важно. Одни пишут хорошо, но самое лучшее – переходить на самые негативные и читать, что у них. Этот сироп был как раз в топе продаж, и он только на ночь дается деткам, если у ребенка кашель. Дается он только деткам от 2 лет и старше. В течение пару дней проходит просто кашель, просто волшебный сироп пишут. Единственное, что это какой-то неприятный вкус, то есть он слишком-слишком сладкий. Я надеюсь, это не большая будет проблема. Его нужно хранить в холодильнике, и стоимость его около 31 золоты. Надеюсь, что он оправдает свои ожидания. Не знаю, посмотрим. Внутри он тоже небольшой, но полностью запечатанный, 118 мл. Снимаю для вас вторую часть, второй раз, так как при монтаже оказалось, что этот файл был поврежден, и я не смогла его восстановить. Поэтому приходится снимать спустя некоторое время вам вторую часть данного видео. Возможно, это даже и к лучшему, потому что большинство из этих продуктов мы уже опробовали, и я могу уже точно вам сказать, какие плюсы и минусы в некоторых продуктах, которых заказала с iHerb. Поэтому давайте продолжим дальше. Самые популярные витамины, которые... Вот вы сразу заходите на iHerb, нажимаете вкладка для детей, всё. Эти витамины идут на самой-самой первой полке. Они хиты продаж, они вечно распроданы. Их практически никогда не бывает, потому что каждая вторая мамочка заказывает эти витамины. Здесь несколько вкусов. Они содержат 3 грамма только сахара, но у них очень большое количество содержания витаминной, а также минералов. Здесь идёт витамин А, С, Д, Е, потом В12, йод, магний, цинк и так далее. То есть тут очень большое количество содержаний. В упаковке 60 штук, и нужно их принимать 2 раза в день. То есть с утра и вечером рассчитан курс на целый месяц. Поэтому, так как я вам сказала в самом начале, что у нас погода сейчас колеблется, то холодно, то жарко. Поэтому как раз на данный момент это лучший вариант для принятия витамин, чтобы не заболеть. Кстати, витамины бывают там разных видов данной марки. Это Гуми Кинг. То есть они есть как жевательные, так и в виде сиропов, так и как и леденцы. Поэтому выбирайте уже для вашего ребёнка то, что подойдёт лучше. Данные витамины рассчитаны после 2-х, и они идут с жевательной. У нас нет с этим проблем. Поэтому Миля с удовольствием уже с утра бежит и знает, что мама должна ей дать витаминку. Так как они вкусные, ну и жевательные, поэтому прикольные для ребёнка. Честно, я бы никогда не поверила. Но маркетинг до такой степени иногда работает хорошо, что когда пишут практически все положительные отзывы, начинаешь тоже задумываться, а правда ли, а не куплены ли эти отзывы и так далее. Но когда приехало это средство, Cold and Flu, я думала, что я не скоро его открою, но в этот день у меня ребёнок пришёл с лёгким насморком. Я начала читать об этом средстве, и написано, что если вы видите, что ребёнок начинает заболевать, и это именно вирусное заболевание, то есть какая-то инфекция обычная, самая такая простудная инфекция, как грипп, то нужно начинать задавать вот это средство. Это средство принимается каждые 20 минут в течение целого дня. На следующий день уже это средство принимается 1 раз в 4 часа до момента, когда уже всё пройдёт. Слушайте, ну это реально, я была просто в шоке, то что насморк у нас это самая проблемная ситуация, и насморк у нас может длиться 7 и 14 дней, то есть иногда бывает даже и 3 недели. Здесь же на следующий день уже начали проявляться такие факторы, когда уже идёт под самый-самый-самый конец, когда проходит уже насморк. Это средство небольшое, оно всего лишь 30 мл, и внутри данной колбы находится пипетка. То есть нужно отмерять 0,5 мл и в первые дни давать каждые 20 минут. Желательно в течение этих 20 минут до следующего приёма курса не давать ребёнку пить, то есть хотя бы 15 минут, чтобы оно во рту побыло, и не пить, и не кушать. Знаете, сначала было, конечно, тяжело не давать в воду ребёнку, особенно когда ребёнок хочет пить, но потом начала постепенно-постепенно она уже привыкать, и также желательно, если ребёнок болеет, то не прикасаться пипеткой к частями рта, либо же если прикоснётся пипетка к языку, к зубам, либо ещё так далее, то желательно обработать кипятком, чтобы на пипетке не осталась никакая инфекция. И я вам честно скажу, что на данный момент это 10 из 10, то есть это средство гениальное, поэтому 100% буду к нему прибегать, если же опять увижу, что она начинает заболевать, на данный момент это просто спасение. Ну и ещё одно, это, наверное, у всех дети любят как киндеры, так и чупа-чупсы, это, наверное, всегда обольная тема, поэтому я решила заказать на iHerb вот такую вот большую упаковку лизаков, то есть чупа-чупсов. Здесь их вроде-то 60 штук, я уже не помню, потому что упаковка открытая, на самом верху было написано, сколько в упаковке штук, но уже не найду. Здесь их больше семи разных вкусов, вкусы реально очень вкусные, на натуральном соку сделанных фруктов, а также с витамином С. Каждая конфетка упакована в отдельную упаковочку, плюс на палке, то есть небольшой округлый леденец, который быстро съедается, очень-очень вкусный, реально натуральный такой вкус, с кислинкой. Эмильке безумно нравится, поэтому на данный момент это одно из лучших решений, вместо того, чтобы покупать эти лизаки, которые продаются в магазине. Ну и, кстати, я уже не помню, сколько он стоил, где-то около 20 злотых, если что, я вам оставлю здесь где-то вверху цену, а также в инфобоксе будет вся информация по каждому продукту, вы сможете перейти и посмотреть более детально. Для себя я заказала кристальный дезодорант, который не содержит парабенов, алкоголя, а также разных-разных химических составов, то есть он без запаха и не липнет к коже. Должен защищать 24 часа в сутки. На данный момент я пользуюсь в течение недели уже с ним, но, в принципе, пока у меня всё нормально, но и на улице, пока у меня есть уже не жара. Посмотрим, как он будет справляться уже в летний период времени. Для каждой женщины, наверное, самая больная тема – это выпадение волос, что одеть и просто создавать себе проблемы. Так вот, с самой большой проблемой – это выпадение волос. Я просто борюсь уже, наверное, на протяжении своей всей жизни. А после родов эта тема ещё стала более глобальной для меня, потому что волосы начали безумно сильно сыпаться. Поэтому я заказала себе биотин. Говорят, что если в организме не хватает биотина, то начинают проявляться разные проблемы, как с волосами, ногтями, так и с кожей лица. Поэтому биотин предотвращает выпадение волос, ломкости ногтей, а также делает кожу нашу сияющую и отдохнувшую. В одной таблетке находится очень большое содержание биотина. Рекомендуется принимать только одну таблетку в день и в упаковке их 100 штук. Поэтому это хватает где-то на 3 месяца плюс-минус. Как раз это лечебный курс. В отзывах пишут, что уже после месяца виден эффект, что начинают вырастать баби-хейры эти маленькие волосики детские. Ну и так далее. В общем, посмотрим, пока я только начала пользоваться. В конце, уже, наверное, после пройденного курса, я, возможно, если всё будет хорошо, я не останусь лысая, то я обязательно оставлю свой отзыв где-то в Инстаграме, либо же в Фейсбуке. Ну и последнее, что я заказала, это, конечно же, чай. Кто не любит чай, не знаю, но первый чай это с имбирём и лимоном, а второй с листьями малины. С листьями малины я уже пробовала. Очень такой вкусный, знаете, такое впечатление, как будто я вышла во двор, сорвала листья малины, заварила их и начала пить. Листья малины, они помогают поддерживать женскую систему, а с лимоном, а также имбирём поддерживают иммунную систему. Так как я вам говорила, в связи с нашей погодой, тут нужно всё время быть на чеку и поддерживать свой иммунитет на 100%. Поэтому это самые обычные чаи, каждый пакетик в отдельной упаковке, в самой коробке по 16 пакетиков, и цена была тоже приемлемая, как для чая, поэтому я их заказала. В принципе, это весь был мой заказ. Заказ не превысил, как я вам сказала, 1,8 кг, и не превысил также 100 долларов. Поэтому я не платила пошлину, и курьер мне принёс домой. Также я вам оставлю свой промокод. Если захотите, можете ним воспользоваться. Минус 10%, если вы заказываете первый раз, и минус 5% на ваш заказ, если вы уже не первый раз заказываете на iHerb. Если хотите, можете пользоваться этим купоном. Если нет, то я вас, конечно же, не заставляю. Мне также будет интересно почитать ваши комментарии, если вы что-то заказывали с iHerb, и вообще какой у вас опыт. При этом любые мои покупки через онлайн я пользуюсь кэшбэком. Я выбрала для себя самый удобный кэшбэк, который называется BonusWay. Это польский кэшбэк. Мне удобно, так как там большая часть собрана польских магазинов. Поэтому, если хотите, я также оставлю для вас ссылку внизу. Можете посмотреть. Регистрация очень простая, и, если честно, он мне напоминает на сайт CopyCode. Это тоже очень популярный кэшбэк-сервис в России. Но я пользуюсь на данный момент BonusWay.pl. Поэтому регистрируйтесь, возвращайте свои деньги за покупок, и с легкостью выводите эти деньги на свой банковский счет. Также ставьте, пожалуйста, мне в комментариях, стоит ли такого формата иногда снимать видео, либо же вообще не отходить от тематики Польши. Не забывайте подписываться на мой канал, а также на все социальные сети. На этом у меня сегодня и все. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!